шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и на этой неделе мы читаем недельную главу пин хас почему в торе упоминается 5 дочерей целов хады своей просьбой о собственном участке в земле израиля они полностью опровергли негативное отношение своих современников большинство из которых действительно не хотели идти или ехать в израиль но 5 дочерей были храбрыми и решительными они верили в страну израиля как в будущее еврейского народа также как авраам авину который также имел смелость бросить вызов духу времени любовь земле дочерей целов хада была особенно шпионы разведчики посланные маши рабы на очень критически отнеслись к израиль и поскольку 5 дочерей беспокоились о собственном наследстве машет также начал думать о своем духовном наследие кто последует за ним разве его дети не должны взять на себя его руководящую роль таким образом дорогие друзья мидраж объясняет почему в торе за просьбой дочерей целов хада следует просьба маши всевышнему о преемнике муж и хотел чтобы его сыновья взяли на себя его роль он буквально сказал себе наконец-то я должен что-то сделать для своей семьи но всевышний отказался потому что не считал сыновей моисея достойными для этой роли его шаббинун станет преемником маши он всегда был рядом с маши его же был образованным в смысле торы и достойным человеком хотят сравниваться с машей рабы он конечно же не мог но если маши рабы но действительно был таким великим пророком и таким смиренным разве он не понимал что его собственные дети не могут последовать за ним конечно маши хорошо понимал что его сыновья гершом или эзер никогда к сожалению не смогут стать лидерами народа израиля он знал что всевышний скажет нет тем не менее он хотел спросить если бы он этого не сделал мы бы не узнали чего-то важного историю суть состоит в том что маши рабы но хотел услышать решительное нет от всевышнего маши хотела раз и навсегда разъяснить что руководство торы не может быть переда перед передано по наследству это должно быть реализованного само по себе это надо заслужить если это не сработает то она будет передано другому человеку по словам маймонида рамбама в юдаизме есть три короны корона царской власти венец кигуна священство и венец тор кигуна может передаваться только по наследству царство также проходила или переходила через преемственность но венец торы нужно заслужить терпением работой учебой благочестием и настойчивость вы можете скопировать искусство своего отца раввина но в конце концов вы должны создать его сами будьте здоровы много сил шаббат шалом ваш раввин каплан а и Субтитры создавал DimaTorzok